Она была советской Софи Лорен. Эта фраза в обязательном порядке встречается во всех книгах, статьях и документальных фильмах о Регине Сбарской. Журналисты нас не балуют разнообразными сравнениями. Они постоянно называют всех красивых блондинок прошлого советской Мерлин Монро, как вариант Бриджит Бардо, а брюнеток советской Софи Лорен. Советская Одри Хеппер. Её называли русской триги. Но это про мелких худышек. Но знаменитая советская манекенщица Регина Сбарская, разумеется, не в малейшей степени не напоминала итальянскую звезду. Правда, тоже была редкой красавицей. А вокруг красивых женщин часто клубится какой-то трэш, угар и бред. Вы на канале «Однако тенденция», где я как раз и занимаюсь разоблачением всякой ерунды. Давайте разбираться. Относительно недавно про Регину Сбарскую вышел душесчипательный сериал «Красная королева», который я настоятельно рекомендую к просмотру всем любителям второсортных антисоветских мелодрам. Про несчастную королеву подиума 60-х и так ходило множество идиотских слухов, бессмысленных и беспощадных. А после этого сериала количество обманутых тетушек основательно возросло. Так что сейчас я выложу всю правду матку и разоблачу мифы посильно. Это и есть самый большой обман. Не все так просто. И в чем же правда? В сериале «Красная королева» героиня живет в ободренной коммуналке с отцом-алкашом-инвалидом-беспредельщиком и мудрой мамой, которая традиционно терпит побои и издевательства, ибо лучше плохенький домой. Мне страшно. Мне тоже. Сама Регина рассказывала своим друзьям, что ее родители были югославские цирковые артисты, которые свалились из-под купола цирка и разбились насмерть. На самом деле Регина Колесникова, это была ее девичья фамилия, родилась в 1935 году в очень приличной и весьма обычной семье. Папа был военным, а мама врачом. Даже когда родители развелись, они сохранили хорошие отношения. Отец перебрался в Москву и женился вновь. После окончания школы Регина поселяется у него, причем ее мачеха была милейшая женщина, так что опять-таки никаких драм. И все так чинно, благородно. Обо всем этом известно со слов Аи Семениной, приятельницы Регины, которая бывала у нее в гостях. Эта женщина работала редактором журнала МОД при Общесоюзном доме моделей. В 2016 году в журнале «Караван историй» она дала интервью, где подробно рассказала о жизни Регины с Барской. К этому интервью я еще не раз вернусь в своих попытках докопаться до правды. Оказавшись в Москве, Регина поступает во ВГИК, на экономический факультет. Однако она мечтает стать актрисой, проникает на богемные тусовки и в 1958 году даже снимается в крохотной роли в фильме «Матрос с кометы». Несмотря на то, что в кадре она смотрелась великолепно, карьера актрисы не задалась. Все-таки в те времена в этой профессии внешность была вторична, главное – талант. Но талант у Регины все-таки был. И раскрыть его помогла встреченная на вечеринке модельер Вера Ипполитовна Оралова, которая оценила внешние данные и грацию Регины и пригласила ее работать манекенщицей во всесоюзный дом мод. Вера Ипполитовна была поистине выдающейся женщиной, поэтому о ней следует рассказать поподробнее. Родилась она в 1911 году. В Википедии написано, что ее отец служил разведчиком в первой конной армии Буденова. Подтверждение этому я нигде не нашла. Зато он нарыла инфу, что он учился в одной гимназии с известным писателем Леонидом Андреевым. А сама Вера после окончания Московского художественного университета работала художником-декоратором в театре у Мирхольда. Как причудливо тасуется колода. Да уж, такое ощущение, что все знаменитости знакомы между собой. Но прославилась Оралова не в качестве декоратора, а как художник-модельер общесоюзного дома моделей. А в 1932 году Вера Ипполитовна вышла замуж за американского художника Ллойда Паттерсона, приехавшего в СССР в составе труппы американского драматурга Джеймса Хьюза и решившего в США не возвращаться. У Веры с Ллойдом родились трое сыновей, один из которых, Джеймс Паттерсон, в возрасте трех лет снялся в знаменитом фильме «Цирк», где главную роль играла Любовь Орлова. Воспоминаниям Джеймса Любовь Орлова дружила с его мамой и, будучи бездетной, привязалась к нему как к собственному сыну. А еще семья Орловых Паттерсон жила в одном доме с Лилей Брик. Это, опять-таки, лыков строк у моей теории о чрезмерно узком круге знаменитостей. Но вернемся к Регине с Барской. В своем интервью Айса Минина рассказала о работе Регины в доме моделей и при этом не оставила камня на камне на ерунде, показанной в сериале «Красная королева». Да и вообще, в этой статье прекрасно разоблачаются дурацкие мифы, которые так любят пережевывать журналисты и блогеры. Нельзя сказать, что Айса Минина была подругой Регины. У Регины вообще не было подруг. Она была скрытной и даже высокомерной. Цитаты из интервью. Девочки общались, дружили, делились переживаниями и проблемами, а она держалась особняком, как будто чувствовала себя не такой, как все, человеком другого сорта. Айса Минина вспоминает, что единственным другом Регины был сын Ораловой Ллойд Паттерсон. Брат Ллойда Джеймс в своем интервью «Радио Свобода» утверждал, «Регина Сбарская была любимой женщиной моего брата. Они были очень близки с ней». Но Айса Минина рисует другую картину. Одно время Регина везде ходила с Ллойдом Паттерсоном. Оралова устроила сына к нам в журнал, фоторедактором. Я сидела с ним в одной комнате. И Регина к нам часто заходила. Они прекрасно смотрелись вдвоем, но иногда я чувствовала, что он ею тяготится. Однажды она позвонила, а Ллойд отказался подойти к телефону. Замахал руками. «Скажите, что меня нет». Мы так и сделали. Но Регина, видимо, решила его проверить. Зашла к нам. В углу комнаты стояла ширма, за которой обычно переодевались манекенщицы. Ллойд едва успел спрятаться. Его чувства к Регине были исключительно дружескими. А какие она испытывала к Ллойду, сказать трудно. Кто же был прав? Ая Семинина или Джеймс Паттерсон? Кому память изменяет? Я подозреваю, что никому. Возможно, сначала Ллойд влюбился в небывалую красавицу, а потом разочаровался. И, похоже, такая же история была с ее знаменитым мужем, Львом Сбарским. Как сериал, так и любая статья о Регине рисует этого человека негодяйским негодяем, который погубил преданную ему красавицу. А давайте-ка разберемся, что там был на самом деле. Лев Сбарский родился в такой семье, что круче некуда. Его отец Борис Ильич Сбарский был великим биохимиком и руководителем лаборатории Примавзолея Ленина. Именно он изобрел способ бальзамирования тела вождя. Позволю себе малюсенькое отступление во имя своей теории и знакомства знаменитостей между собой. Ибо тут у нас всплывает Борис Пастернак. Во время Первой мировой Сбарский управлял химическими заводами на Урале. Своим помощником он нанял Пастернака, который в благодарность закрутил роман с женой-начальником. Говорят, что именно первая жена Сбарского послужила прототипом для Лары, героини доктора Живаго. Как причудливо тасуется колода. Да, это к делу не относится, но прикольно. Борис Ильич развелся с неверной женой и женился на приличной женщине. И в 1931 году у них родился наш герой, будущий муж Регины и еще много кого. При рождении его назвали Феликс Лев. В честь Дзержинского и химика Льва Карпова. Родившийся золотой ложкой во рту Левушка вырос и стал художником. В результате хрущевской оттепели его нестандартное по советским меркам творчество здорово бустанулось. И в богемных кругах было принято называть Сбарского лучшим художником современности. Привожу тут примеры его творчества. Сами судите об уровне его гениальности. Но в любом случае Лев Сбарский был самым крутым представителем золотой молодежи, который направо и налево сорил деньгами и харизмой. И все подряд девушки при виде него падали и сами с тобой штабеля укладывались. А он не смог пройти мимо первой красавицы Москвы Регины Колесниковой. Увидел ее на показе мод и начал красиво ухаживать. Рестораны, вечеринки и прочие атрибуты светского льва. Вскоре они поженились и поселились в купленной с Барским кооперативной квартире. Регина почувствовала, что ухватила удачу за хвост. Ах, какого жениха! Карьера у нее тоже пошла в гору. Начались поездки дома моделей за рубеж. Модели одежды и обуви Ораловой произвели фурор на Западе. К ее красавицам-манекенщицам тоже был повышенный интерес прессы и восторженной публики. По отзывам Аи Семениной, Регина свободно говорила на двух иностранных языках и беспрепятственно общалась с иностранцами. Отчего за ее спиной начали шушукаться, что она работает на КГБ. Мы к этому еще вернемся. Через некоторое время отношения Регины с мужем начали постепенно ухудшаться. Мой муж меня совершенно не понимает. В душещипательных статьях и документалках о нашей красавице в обязательном порядке рассказывают ужасное. Как Регина забеременела, а злой муж не любил детей, и он заставил ее избавиться от ребенка. Отчего психика Регины пожатнулась, и она впала в депрессию, которая впоследствии и привела к ее гибели. Это самая распространенная версия на сегодняшний день. Но у нас-то ведь есть под рукой интервью Аи Семениной. Как только начали снимать, ей стало плохо. Мы решили, что это от жары. Усадили, принесли воды. И вдруг Регина поманила меня и шепнула на ухо. Ая, я беременна. Поздравляю. А с чем ты меня поздравляешь? Мне на форуме надо работать, а тут такое. А после форума ей предстояло ехать в Монреаль на торгово-промышленную выставку. Ты знаешь, я давно хотела поехать в Канаду, а теперь все срывается. Срывать поездку в Канаду Регина не стала, от ребенка избавилась. Ему что-то было ни при чем. Учитывая, что у него было трое детей, а других жен, он вовсе не был где-то ненавистником. Многие знакомые Регины считали, что она была безумно влюблена в Льва Сбарского. И развод стал для нее трагедией. Вот и Иса Минина так считала. Но при этом она отметила в своем интервью. Интересно, что все манекенщицы привозили из-за границы какие-то подарки своим близким. А Регина никогда. Только себе покупала роскошные вещи. Леве, по моим наблюдениям, ничего не перепадало. Как это возможно? Любимому человеку не привезти подарок. Странно. Так что я верю в то, что уход Сбарского был для Регины трагедией. Но не знаю, что она оплакивала – утраченную любовь или потерю статуса жены самого модного художника страны. Кстати, а чего это вдруг светский лев решил расстаться со своей красавицей-женой? Для ответа на этот вопрос снова придется обратиться к интервью Ае Семениной. Регина в жизни была не очень обаятельной. Какая-то неженственная, холодная, резкая. Когда сидели на кухне и травили анекдоты, она оказалась там чужой. Зато на подиуме или в кадре Регина преображалась, расцветала, как актриса на сцене, заполняла собой все пространство и становилась королевой. Не зря ее так называли. Похоже, избаловному Сбарскому она просто надоела. Женился-то он на королевишне, а она оказалась обычной женщиной. Принято считать, что Регине он безбожно изменял. И сериал «Красная королева» к негодованию близких Сбарского выставил его не лучшим образом. Между тем, его друг, известный актер Игорь Кваша, утверждал, что Лев Борисович был верен женам. Из книги «Кваши. Точка возврата». Многие считали его первого плейбоя Москвы за взятым бабником. Несмотря на то, что он неоднократно женился, он был верен своим женам. Если влюблялся, то непременно женился. Если разлюблял, то расходился. Но никогда женам не изменял. Когда я кого-то люблю, для меня другие женщины не существуют. Значит, я однолюб на определенном отрезке времени. Многоразовый однолюб. Лев Сбарский явно не был фунт изюма. Но и монстром он тоже не был. Во всяком случае, он после развода оставил Регине квартиру. Просто-напросто он был избалованным мажором, которому женщины быстро надоедали. А в 1972 году ему надоел уже СССР. И он отъехал в Израиль, а затем в США. Нафига он это сделал? Не удумевали многие. Например, актер Михаил Казаков. Держите отрывок из его книги «Третий звонок. Зеркало памяти». В начале 70-х уезжал художник Лев Сбарский. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос. Почему Лева? Он. Да, у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что меня ждет там. Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю. Надоело ему. Скучно стало. Правда, в Штатах тоже особо весело не было. Жил Сбарский там скромно, карьеры не сделал и умер в полном одиночестве от рака в хосписе в возрасте 84 лет. А мы возвращаемся к Регене. В личной жизни ей не везло. Зато карьера достигла небывалых высот. До такой степени небывалых, что за спиной красавицы стали шушулкаться, что все дороги для нее открыты, потому что она работает на КГБ. Она стала чуть ли не самой выдающейся манекенщицей СССР. Постоянно выезжала за границу, где ее тоже заметили и называли самым красивым оружием Кремля. При Хрущеве зачем-то понадобилось строить отношения с Западом. А на обывателя проще всего воздействовать с помощью хорошеньких женщин. Вот и попали наши дамы на зарубежные подиумы. Слухи о том, что Регина помогала КГБшникам, до сих пор множатся и обрастают подробностями. Например, можно насладиться документальным фильмом под названием «Ласточки КГБ», где про это пафосно поведали. Никто из зарубежных гостей тогда и не догадывался, что Сбарская работает на КГБ. По заданию спецслужб встречается с иностранцами. И какие же доказательства были предъявлены? А никаких. Вот, к примеру, журналист Николай Емской в своей книге «Легенды московского застолья» смело заявляет. Так, в своем донесении руководству от 2 ноября 1958 года сотрудники докладывали. Сегодня объект посетил Большой театр. Затем в сопровождении сотрудника нашего отдела Александра К. кинодокументалиста Василия Катаняна, художника Льва Сбарского и его супруги Регины Сбарской направился на ужин в гостинице «Националь». После ужина объект направился свой номер вместе с Региной Сбарской, где она пробыла 3 часа. Речь тут идет о визите в СССР французского певца и актера Ива Монтана. Именно он называется объектом, который отправился в ресторан в компании представителей советской интеллигенции, включая Льва и Регину Сбарских. Подкрепившись в ресторане, Лев якобы отправил жену в номер к дорогому гостю, а сам удалился домой, о чем чекисты якобы и доложили руководству. Вопрос, откуда автор все это взял? Сильное заявление. Где профи, Билли? Проверять я его, конечно, не буду. Журналисты, в отличие от историков, вообще любят сделать бездоказательное заявление и никаких источников не предъявить. Так что сами понимаете, верить этому дяденьке или нет. Заодно можно верить или нет с сенсационным заявлением господина по имени Валерий Малеванный, блиставшего в передаче «Пусть говорят». Он представился генерал-майором КГБ в отставке и поведал, что родители Регины были разведчики-нелегалы, а из нее с детства готовили суперагента, научили ее и самбо, и с парашютом прыгать, и на трех языках говорить. И вообще, он договорился до того, что каждая пятая манекенщица в СССР работала в КГБ. Над этой дичью смеялись даже гости при славутой передаче «Пусть говорят». Тут уж по неволе задумаешься. Ключевой русский вопрос – ты кто? Так что я решила прогуглить, что это за генерал-майор такой, и выяснилось, что это какой-то самозванец. Валерий Малеванный, известный как генерал спецслужб и командир вертолетной эскадрильи ГРУ, стал объектом разоблачительных статей и критики со стороны различных экспертов. Журналист Сергей Канев опровергает его боевые заслуги и утверждает, что Малеванный провел время в тюрьме за растрату. Михаил Любимов, советский разведчик и писатель, называет Малеванова жуликом и призывает пресекать его деятельность. Вадим Сагачко, руководитель Союза ветеранов Анголы, утверждает, что все слова Малеванова о его участии в спецоперациях в Анголе – ложь. Он также отмечает противоречия в высказываниях Малеванова о своем генеральском статусе. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов также выражает сомнения в достоверности слов Малеванова и призывает спецслужбы реагировать на подобных самозванцев. В общем, генерал-то оказался сомнительный. Но ничего страшного, для «пусть говорят» сойдет. Мошенник! Но, в общем, человек порядочный. Кстати, в той передаче он поведал еще кое-что интересное. У нее был личный куратор – это полковник Шлыков Виталий Васильевич. Виталий Васильевич Шлыков был советским разведчиком-нелегалом, а впоследствии военным экспертом. Это был реальный грушник, а не какой-то там жулик и клоун. О своей связи с Региной он поведал в документалке «История разведчика-нелегала. Признание полковника ГРУ». Красивая женщина, всегда слабое в мое место. Она проявила инициативу потом для продолжения нашей связи. Я подумал, а кто я такой, чтобы отказываться от такой красивой женщины? И не отказывался. А потом к ней переселился. И не был он никаким ее куратором. У них просто был роман. При этом товарищ Шлыков категорически отрицает россказни о спанье Регины с Ивом Монтаном. И вообще негодует по поводу слухов о ее работе в КГБ в качестве ласточки. Таким образом совершенно очевидно, что из Регины пытались сделать не разведчицу, а обычного осведомителя. «Ты мил человек, стукачок». Но не вышло. Виталий Шлыков и Регина прожили год в любви и согласии. А потом случилось страшное. Она вдруг начала заговариваться и попыталась наложить на себя руки. Ее госпитализировали и поставили диагноз – шизофрения. Надо отметить, что и до первой госпитализации Регина вела себя иногда странно. В интервью Ая Семинина рассказала о командировке коллектива журнала «Мод» в Сочи. Остановились в гостинице «Интурист» – самый лучший в городе. В двух номерах – в одном мужчины, в другом мы с Региной. Легли спать. Очнулась от страшного крика. Я увидела, что Регина пытается закрыть разбитое окно. Оказалось, это она кричала диким голосом. Ей померещилось, кто-то лезет к нам в номер. Она вскочила с постели, изо всех сил дернула раму. Стекло разбилось и сильно поранило ей руку. Это произошло в 1961 году, почти за 10 лет до того, как она впервые попала в психиатрическую больницу. Когда Регина заболела, друзья ее не бросили. Помогали по мере сил. Больше всех ее опекал знаменитый модельер Вячеслав Зайцев. Но, к сожалению, болезнь и одиночество все-таки добили красавицу. Она добровольно ушла из жизни в 1987 году в возрасте 52 лет. По-моему, совершенно очевидно, что в гибели королевы подиума виновата болезнь, а вовсе не ужасный Левсбарский или происки КГБ. Ну, в сущности она была. Очень тонкая женщина, не нуждавшаяся в любви. Субтитры создавал DimaTorzok